Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Артём, Даша, вчера у нас с вами был второй игровой день, сегодня уже третий. Финал приближается, и совсем-совсем скоро мы определим победителя. И мы, и наши телезрители уже завтра узнаем, кто победит на этот раз в стране безопасности. Ну что, я предлагаю незамедлительно приступить к выполнению первого задания. Вы согласны? Да. Хорошо. Тема всей нашей игры, и сегодня в частности тоже, это правила дорожного движения для кого? Для нас. Для детей. Правильно. Ответ, ребята, на мой вопрос находится уже на ваших стендах. Но на этот раз это не картинки, как было вчера, позавчера, а слова, слова-отгадки. Каждый правильный ответ – это две фишки, и кто справляется быстрее соперника, дополнительно получает ещё одну. Итого, три фишки можно заработать. Итак, поехали! Первая загадка. Раньше счёта и письма, рисование, чтение, всем ребятам нужно знать азбуку движения. Как зовутся те дорожки, по которым ходят ножки? Различать учись их точно. Не лети, как на пожар. Пешеходные дорожки – это только… Побежали. Что это? Это, ребят, что? Тротуар. Вы принесли абсолютно верный ответ. Это тротуар. У Даши в копилке, оказывается, три фишки, а у тебя – артюн две. Держи. Это всего лишь первая загадка. Всего будет четыре. Слушаем следующую. Всё водителю расскажет, скорость верную укажет. У дороги, как маяк, добрый друг. Побежали. Кто у дороги стоит и помогает? Да, присаживайся. Это неправильный ответ, это не светофор. А что, Даша? Дорожный знак. Дорожный знак. Пусть будет, может быть, пригодится. Артём, не снимай правильный ответ. Пусть висит. Присаживайся лучше, быстрее. Мы получим, Даша получит свои заслуженные фишки. Следующая загадка. Поезд быстро-быстро мчится, чтобы несчастью не случиться. Закрываю переезд. Запрещен машинам въезд. Побежали. Что закрывает переезд? Запрещает машинам въезд. Правильно, Артём. Ничего, что ты второй пришёл. Главное, что ты пришёл с правильным ответом. Что это? Шлагбаум. Молодцы, Артём. Две фишки твои. Держи. Всё-таки не по нулям. И, Даша, твои три. И последняя, четвёртая загадка. Командой с жезлом он всех направляет. И всем перекрёстком один управляет. Он словно волшебник, машин-дрессировщик. А имя ему, какое имя? Быстренько ответьте мне на этот вопрос. А на этот раз у нас быстрее примчался Артём. Рука его дотянулась. Ребят, кто это? Дрессировщик. Умнички. Умнички. Такое сложное для некоторых детей слово, но вы его с лёгкостью произносите. Помогаем, собираем, помогаем, собираем. Так, Даша, у тебя две. На этом первый конкурс, ребята, завершён. И сейчас время встречи с нашим уже хорошим другом из госавтоинспекции, тётей Олей. Она уже вышла на связь. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня уже наша третья встреча. И мы будем говорить сегодня о правильном поведении на площади. А что такое площадь, какие площади в нашем родном городе, вы знаете? Ребята, какая площадь у нас в городе есть? Ленина. Правильно, одна из площадей – это площадь Ленина. Площади бывают разными. Там, где есть движение транспорта, и полностью пешеходные. Если на площади наблюдается интенсивное движение транспорта, то переходить площадь можно лишь в местах, где указан переход. И при этом нужно быть собранным, держать за руку взрослого и следить за дорожной обстановкой. Ну что ж, ребята, игра продолжается. И завтра финальный день. И мне, и вам надо хорошенько подготовиться. Запомните все, о чем мы с вами говорили. Это вам поможет победить в игре и сделать нашу жизнь намного безопаснее. До встречи, ребята. Артем, Даша, и третий конкурсный день завершается. Но впереди еще финальное испытание. Это будут вопросы. Каждый правильный и полный ответ стоит две фишки. А если ответ будет неполным, соперник будет дополнять, то, Артем, одна фишка переходит в его копилку. Кто начнет первым отвечать? Давайте жребий потянем. Согласны? У кого, кому попадется фишка, тот и будет отвечать первым. Мужчина начнет первым. Итак, первый вопрос, Артем, для тебя. Почему нельзя ходить пешеходом по проезжей части улицы? Потому что там машины ездят. Предназначено для машин, верно? Потому что там не будет этого пешеходного перехода. Нет, ну, конечно, будет в определенных местах, где положено. Ну что, еще, если что-то будет добавить, ты вспоминай. Да, что ты хотела сказать? Люди могут попасть под машину, и лучше не ходить по дороге, чтобы все было хорошо. Особенно опасно ходить по проезжей части, там, где есть металлические ограждения, которые отделяют проезжую часть от тротуара. Потому что, если вдруг машина приближается, у вас даже не будет возможности быстренько попасть на тротуар, потому что стоит вот эта металлическая преграда. Вообще, да, ходить нужно только в установленных местах. По проезжей части нечего делать пешеходам. Только машинам там дорога. Ну что, дополняли друг друга, поэтому я предлагаю разделить фишки одну Даши и одну тебе, Артем. Следующий вопрос, Дарья, твой. Итак, Даш, какие существуют правила перехода улицы, где нет светофора и милиционера-регулировщика? Надо очень аккуратно ходить, смотреть по сторонам. Когда дойдешь до середины дороги, надо опять посмотреть по сторонам, чтобы ничего не случилось. В общем, и в целом ты сказала правильно, но давай немножечко уточни. Прежде чем вообще начать переходить дорогу, в какую сторону мы посмотрим в первую очередь? На право или налево? Налево. Правильно. И пропускаем машины, которые приближаются слева, да? Угу. Потом, как ты говоришь, начинаем движение. Доходим до середины, смотрим по сторонам и идем дальше. Если вдруг машины есть откуда? Справа. Мы их тоже? Запускаем. Запускаем, правильно. А скажи, Даша, пожалуйста, как правильнее будет пересекать дорогу? По прямой или наискосок? По прямой. Почему? Потому что наискосок можно сойти с пешеходного перехода, и машина может не успеть затормозить. Нет, ты пересекаешь проезжую часть, ты не по пешеходному идешь, а тебе нужно пересечь проезжую часть, где машины ездят. По прямой или наискосок? Если идти наискосок, можно близко подойти к машине. Ты правильно ответила, что нужно идти по прямой, но почему, вот не совсем верно. Артем, ты можешь объяснить, почему лучше ходить прямо по проезжей части? Потому что, если ты пойдешь наискосок, то машина будет, ну, ты станешь ближе к машине. Если машина едет, ты, наоборот, ближе к ней идешь. Ну, несмотря в какую сторону ты идешь, в какую сторону едет машина. Ребят, ну, в целом, почему по прямой? Потому что вы быстрее пересечете проезжую часть, а если наискосок, это дольше вы находитесь, получается, на проезжей части. Поэтому, если уж собрались переходить дорогу в неустановленном месте, то только по прямой, никаких наискосок. Даш, ну, вообще у тебя полный ответ. Просто я тебе дополнительный задала, ты не совсем точно и то наполовину ответила. Поэтому ты зарабатываешь свои две фишки. Следующий вопрос, Артем, твой. Если на площади разрешено движение транспорта, то как надо ее пересекать? На площади. Говорила тетя Оля сегодня об этом, поэтому вспоминай. Ты, Даш, тоже думай, мало ли придется дополнять. Но сначала Артему дадим возможность. Там есть специальная такая полоса, чтобы люди пересекали. Переход есть, да, для пешеходов? Да, по этой полосе. Еще вспоминай, какие правила? Можно еще убедиться, что машин нет и пройти. Так, хорошо. Ну, это надо, чтобы, ну, машина ехала далеко, потому что долго, ну, ты будешь долго пересекать площадь, тебя большая. Так, хорошо. Еще что-то вспоминаешь или дай им Дарьи возможность запомнить? Ну, хорошо, думай, мало ли еще вспомнишь. Даша, пожалуйста. Надо переходить в специальных местах, где разрешено переходить. И это уже очень аккуратно. Так, это сказала Артем, хорошо. Дальше, может, еще что-то? Ничего. Еще, ребят. Смотреть по сторонам. Да, это тоже сказал. Хорошо. Надо быть, ребята, максимально собранными. Помните об этом говорила тетя Оля? И что еще важно? Не самому лететь сломя голову. Наверняка вы одни сейчас не гуляете, а идете со взрослыми. Держаться за руку. Правильно, держать взрослого за руку. И следить в целом за дорожной обстановкой. Так, ну что, вместе отвечали? Вместе отвечали, поэтому и фишки делим, ребят. По одной каждому. Еще один вопрос. Даша, твой. Если у автомобиля мигает правая или левая фара, что это означает? Это означает, что он едет вперед или назад. Если работает, включается либо правая, либо левая фара. О чем это нам говорит? Я понимаю, что ты как мужчина знаешь ответ однозначно. Но Даша, пожалуйста, пишите. Когда мы едем, водители могут включать либо левую фару, либо правую. О чем это нам говорит? Что они едут назад? Нет. Ну что, Артем, давай, Дашу, Лашу. Это означает, или он поворот, ну, поворот или направо, или налево. Правильно. Это значит, или направо, или налево. Когда он задним ходом хочет двигаться, там совсем другие фары включаются. Поэтому две фишки отправляются... Вообще не делим, потому что... Да, ты ответил правильно на этот вопрос. Потому что дальше вообще нет ничего. Ну что, ребята, закончились все мои конкурсы на сегодня. Считайте, сколько фишек в третьей игровой день заработали. Диннадцать. 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 Хорошо. На сегодня все. Мы с вами встречаемся завтра и определяем, ребята, кто победит в стране безопасности на этот. Даша или Артем. До свидания, ребята. Пока-пока. 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 Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97.